Эпидобстановка в стране остается достаточно сложной. На данный момент в ковидотделениях республики находится 245 пациентов. В сутки в среднем поступает в стационар от 10 до 15 человек. Тем временем темпы вакцинации остаются низкими. Очень агрессивный стал ковид, очень быстротечный. Что можем противопоставить? Нелюбимые нами элементы дисциплинированности. Вакцинацию нет другого, нет и не будет. Как бы пропаганда не действовала тех, кто против вакцин, говорим громко, в прямом смысле слова. Без вакцины ничего не получится. Уходящий этот год показал, сколько проблем ковид принес стране. Вакцинация – надежное оружие в борьбе с инфекцией. Об этом говорят врачи. Однако зачастую и среди медперсонала большое количество непривитых. Например, в психиатрической больнице Абхазии из 40 человек вакцинировались 18. 10 имеют медотводы на ковид-19. Не сказать, что темпы вакцинации у нас шли активно. Сейчас мы в связи с уже сложившейся эпидемиологической обстановкой проводим огромную работу среди медперсонала, чтобы ускорить эти темпы и добиться максимального количества вакцинированных наших сотрудников. Я сама вакцинировалась. Сейчас мы сдаем анализы на напряженность иммунитета. И по графику, по плану у нас еще завтра планируется еще несколько человек отправить на вакцинацию. Исполняющая обязанности главного бухгалтера учреждения Юлия Ширина вакцинировалась спутником «Лайт». Она положительно относится к прививке и призывает своих коллег вакцинироваться. Вакцинироваться я решила сразу же, но на первый этап, когда была вакцина «Спутник Ви», мы не успели, к сожалению. И с мужем уже вакцинировались спутником «Лайт». Потому что считаем, что хотя бы одной вакциной нужно привиться. Это нужно мне и моей семье. У меня дома трое детей. Мне безопасность для них гораздо важнее. Сейчас, когда буду проверять опять, есть ли уровень антител, если его не будет, то опять еще раз пойду вакцинироваться. А у главной медсестры Лианы Норманья есть хронические заболевания. Она уже сдала нужные анализы и, если не будет противопоказаний, планирует привиться уже завтра. Заболевания каждый день поднимаются. Из-за этого мы всем говорим, чтобы все вакцинировались, и старые, и младые. В самой психиатрической больнице за весь период пандемии ситуация была удовлетворительной. Но сегодня здесь вспышка. Первые пять случаев заболевания новой коронавирусной инфекции были зафиксированы 13 ноября. Заразились пациенты одного отделения, где проходили лечение мужчины. При этом карантин действовал уже с 28 октября, так как заболели и сотрудники медучреждения. Здесь сложно определить какие-то пути заноса инфекции. Но действительно, в нашем стационаре с 28 октября была вспышка среди медперсонала. У нас было семь человек больных. Но к моменту того, как заболели у нас пациенты, уже персонал был на стадии излечения от этой болезни. Посетители были, заходили. Сложно сказать пути заноса. Но то, что этому предшествовала вспышка среди медперсонала, это имеет место быть. На сегодняшний день у нас больных ковидом 27 человек. Семь человек мы уже пролечили. Всего у нас было 34 больных. В связи с этим было развернуто отдельное отделение для лечения этой категории больных, которое полностью соответствует всем требованиям лечения ковидной инфекции. Тяжелых пациентов с коронавирусом в больнице нет. В основном болезнь протекает в легкой форме, отметила Ирина Аннуа. Самому младшему ковид-больному 23 года, старшему 60 лет. Для лечения и наблюдения пациентов к ним прикомандирован врач-терапевт. Нехватки медперсонала и медикаментов в больнице нет. В случае отяжеления состояния больных у нас уже проработан алгоритм действий о переводе их в военный госпиталь Вайтар. Скорее всего, это будет сделано с психиатрическим постом. В тот день, когда мы разворачивали отделение, сразу же при содействии Минздрава мы были обеспечены полностью всеми расходными материалами, лекарственными препаратами для лечения ковидной инфекции, оксигенаторами, небулайзеры мы получили. То есть у нас есть все для лечения этого заболевания. Второе медучреждение, которое мы посетили, – вторая городская больница. Здесь открыт пункт для желающих привиться. Темпы вакцинации средние, говорят врачи. В день вакцинируются свыше 20 человек. А что касается медперсонала, из 200 сотрудников привились более 70. Те, которые не вакцинировались, по причине того, что сроки не подошли, то есть либо переболели и пока рано вакцинироваться, или по каким-то другим причинам, то есть по заболеванию, например, какому-то. Так вот среди сотрудников, противников вакцинации нет, то есть когда придет время, то все провакцинируются. Мы вакцинируем и сотрудников, и население нашей республики. Всех желающих, в принципе, которые хотят вакцинироваться. Вы сами вакцинировались? Да, вакцинировалась в мае. Положительно относитесь к этому? Конечно, положительно. То есть более того, я всех призываю прийти и провакцинироваться. То есть это шанс для того, чтобы исключить тяжелое течение болезни. В республиканской больнице работают более 800 человек. Из них лишь 74 привиты. В медучреждении в неделю два раза работает пункт вакцинации для медработников. Такие низкие цифры связаны с тем, что многие из наших коллег переболели новой коронавирусной инфекцией. У них сохраняются высокие титры антител. Многие активно болеют. У нескольких человек есть заболевания, которые являются противопоказанием для вакцинации. Министром здравоохранения Республики Абхазии Эдуардом Валерьяновичем Бутба. Даны четкие указания по наращиванию темпа вакцинации. И мы будем их наращивать. Вы сами же вакцинировались? Я еще не вакцинировал, но я переболел. У меня сохраняется высокий тетрадь в теле. Если нужно будет, вакцинируйтесь. Обязательно. Да, мы к этому придем. Обязательно провакцинируйтесь. Обращаясь к моим коллегам, я хотел бы сказать, что и напомнить им о том, что риски, связанные с этим заболеванием, высоки. И вакцинироваться, конечно же, нужно. И мы рекомендуем, и будем это делать дальше. Как говорят специалисты, вакцинация остается единственным способом защититься от инфекции и избежать серьезных последствий болезни. И, конечно же, чтобы граждане охотно прививались, медики должны подавать пример. Напоминаем, что провакцинироваться можно во всех поликлиниках столицы и в городской клинической больнице номер два.